МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Вчера у берегов Севастополя были замечены самолеты-разведчики США. Сразу два американских лайнера кружили у полуострова. Об этом сообщает новостной портал Форпост со ссылкой на ресурс Плейнрадар. Самолет радиоэлектронной разведки, взлетевший с авиабазы Суда-Бэй, приступил к выполнению разведывательного полета вдоль Черноморского побережья России в 11.45 по московскому времени. Говорится в сообщении. Вторым бортом, кружившим у Крымского побережья, был противолодочный самолет Боинг-Посейдон. Он вылетел с базы НАТО «Сиганелла» в Италии в сторону акватории Черного моря. После 16.10 самолеты-разведчики закончили работу в Черном море и отправились на базу. А тем временем в Черном море прошли очередные учения флота. Об этом сообщает Министерство обороны России. Экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах боевой подготовки. Моряки выполнили комплекс мероприятий по организации противовоздушной обороны корабля, поиску и сопровождению воздушных целей, а также провели артиллерийские стрельбы по плавающим минам и воздушным целям, имитирующим атаку средств воздушного нападения условного противника. Ранее в ходе учения экипаж малого противолодочного корабля во взаимодействии с другими корабельными силами флота обеспечивал глубоководное погружение подводной лодки Черноморского флота «Колпина». Новобранцев осеннего призыва готовы встретить психологи Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Поддержку призывникам будут оказывать специалисты Центра психологической работы и психологии отдельных соединений. В течение первого месяца службы все призывники пройдут углубленное социально-психологическое изучение. Специалисты психологической службы окажут помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы. Также будут проведены различные тренинги, направленные на сплочение воинских коллективов. Сообщается, что консультационно-медицинскую помощь армейским психологам оказывают специалисты кафедры военной психологии Военного университета Министерства обороны России. Все исследования будут проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов. Наказание для браконьеров, посягнувших на жизнь краснокнижных животных, станет жестче. А с доходов граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, не будет взиматься налог. Именно такие решения были приняты депутатами Госдумы на уходящей неделе. Подробности в обзоре наших коллег, журналистов телеканала Дума-ТВ. Госдума утвердила исполнение главного финансового документа за 2018-й. Поступление в государственную казну в прошлом году превысили расходы почти на 3 миллиарда рублей. Доходы составили почти 19,5 триллионов рублей. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обратил внимание на снижение зависимости от нефтегазовых доходов. В течение 2018 года были периоды, когда цена на нефть падала больше, чем на 30 долларов. Строго говоря, никто этого даже не замечал. Более того, оставался практически стабильным курс рубля. А это значит, что страна уже на сегодняшний день в состоянии переносить нормально любые внешние шоки. И это, наверное, самый главный итог 2018 года. Мы сегодня ждем структурных изменений в экономике. И эти структурные изменения необходимы буквально как воздух, потому что сегодня сидеть на сырьевой игле просто-напросто больше невозможно. Принято закон об исполнении бюджета в пенсионного фонда, соцстрахования и фонда ОМС. Отмечу, председатель Госдумы раскритиковал депутатов за прогул пленарного заседания, на котором обсуждали исполнение бюджета. Вот такого полпустого зала, хотя это не считается сейчас, что он полпустой, давно не видно было. Где тех, кто собирается избираться? Обсуждение этого вопроса сегодня, это вопрос выборов завтра. Либо уже посчитали, что может не ходить, потому что не изберут. Мы отсюда должны выйти с решениями. В январе деньги должны поступать в регионы, в муниципалитеты. С марта работа должна начинаться. И контроль. Абсолютно справедливо. Вячеслав Викторович говорит о том, что все решения по субсидиям, трансферам, регионам должны приниматься до начала финансового года. Это основной принцип, который мы абсолютно поддерживаем и подготовим соответствующие предложения. На этой неделе депутаты приняли закон о налоговых льготах для пострадавших в ЧАЭС и терактах. Такое поручение дал президент России после его поездки в Иркутскую область. Компенсации пострадавшим освобождают от НДФЛ. Будут освобождаться от уплаты налогов те лица, которые предоставляют жилье под наем гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишившимся жилья в результате чрезвычайных стихийных бедствий. Важно, что закон будет иметь обратную силу и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавние наводнения в Иркутской области и лесные пожары в Сибири. Также на этой неделе депутаты приняли закон, который усиливает безопасность детского отдыха. Создадут специальный реестр компании, заслуживающей доверия. В этом реестре каждая такая организация фиксирует и о том, какой у нее опыт, какие у нее лицензии, когда проверялись, какие проверки. Искать по геолокации не только потерявшихся детей, но и взрослых. Законопроект, который поможет ускорить спасательные работы, Госдума одобрила в первом чтении. Также на этой неделе приняли закон об ужесточении уголовной ответственности за незаконную добычу и оборот краснокнижных животных. Наказание до 9 лет лишения свободы. Причем использование служебного положения – обстоятельство отягчающее. Севастополь разрабатывает концепцию медицинского туризма. Планируется организовать диспансеризацию в медучреждениях города по полису ОМС для туристов, а также подготовить комплексное сопровождение для приезжающих пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра развития туризма Севастополя Валерию Бровцину. Далее цитата. «Человек сможет получить услугу высококачественных специалистов, например, операцию на сердце. При современных технологиях после многих операций уже не требуется долго лежать в больнице. Пара дней и амбулаторное лечение. Но потом, 14 дней, ему нужно пройти адаптацию. И это время турист сможет жить в гостинице, ездить по экскурсиям и по графику посещать больницу. Здесь нам на руки играет само расположение Крыма, его полезный для здоровья климат. Пациентам легче будет пройти реабилитацию», – пояснила Бровцина. Она добавила, что среди экскурсий, которые можно было бы предложить, есть и лечебные. К примеру, прогулки по можжевеловым лесам, которые полезны при заболеваниях легких. Севастопольский педагог стала лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». 28 сентября в городе Грозном Чеченской республике состоялась торжественная церемония подведения итогов первого очного тура федерального этапа конкурса. В ней приняли участие 85 учителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения. Среди 15 финалистов – Ольга Алексеевна Иванилова, учитель информатики Севастопольской школы номер 60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко. Конкурс проходит в несколько этапов. 30 сентября состоятся испытания второго очного тура «Учитель-мастер» – мастер-класс и образовательный проект. По их результатам 1 октября назовут имена пяти призеров конкурса. В Москве 3 октября пройдет третий очный тур «Учитель-лидер», который включает два конкурсных испытания, публичную лекцию и разговор с министром. А 4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт в честь Дня учителя и награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». В 2010 году в России появилось волонтерское объединение «Лиза Алерт». Его участники безвозмездно ищут пропавших людей. С прошлого года некоммерческая организация появилась и на полуострове. За это время добровольцы помогли вернуться домой десяткам крымчан и севастопольцам, а еще тысячам избежать попадания в беду. О механизме работы, необычной для региона спасательной службы, в следующем сюжете. Сейчас Милане 7 и она знает, что шутки с прятками от родителей в торговом центре плохи. Но еще два года назад девочка серьезно напугала маму. Ребенок пропал из поля зрения в самом большом торговом центре мира в Дубае. Первый круг я проискала, думала, сейчас найду ее, потому что у нее есть привычка такая прятаться за одежду. А тут уже кругов пять я сделала и меня охватила паника. Я думаю, ребенок в чужой стране не знает языка, куда сейчас пойдет, что я куда пойду, что я буду делать. Не знаю, я уже начала плакать. И тогда ко мне подходит продавец-консультант, говорит, а она вон там прячется от вас. В этой семье все закончилось хорошо. А случай с пятилетней Лизой Фомкиной завершился совсем не так. В 2010 году пропавшую в подмосковном лесу девочку с ее тетей искали порядка 500 добровольцев. Нашли погибшими от переохлаждения. Вскоре после этого волонтеры создали поисково-спасательный отряд. Чтобы люди больше не погибали, не дождавшись помощи. Общественное объединение назвали «Лиза-Алерт» в память о той малышке. Сегодня оно представлено в 44 регионах России, включая Крым и Селостополь. На полуострове движение появилось только год назад, но за этот период его волонтеры многократно находили пропавших людей. 250 заявок о пропавших крымчанах. Именно такое количество поступило в волонтерскую службу за это время. У меня трое детей. Изначально, когда я узнала о деятельности отряда, для меня было важно помочь другим детям, которые оказались именно потерялись. Я думала, что я буду ездить исключительно на детские поиски. С этой мыслью я пришла в отряд. Но когда ты первый раз находишь человека, который погиб, и понимаешь, что если бы там вчера, если бы нас было больше, мы бы смогли, мы бы успели, тогда уже понимаешь, что не важно, ребенок это или пожилой, бабушка или дедушка, если ты можешь помочь, ну, надо встать и помочь. Вернув домой чьих-то родных, волонтеры занимаются профилактической работой. В игровой форме они рассказывают детям, что делать, если они потерялись. Инструктаж зависит от места, где все произошло. В торговом центре, на вокзале, концерте, в лесу или при возвращении домой. Замерзнуть и лазить в воду в лесу никак нельзя. Для этого в рюкзаке у нас есть две вещи, которые нам помогут. Все, что мы рассказываем детям, на самом деле, это составлено на основе многолетней практики отряда. Я всегда очень прошу ребят запомнить то, что мы им рассказали. Почему? Потому что чем лучше они это запомнят, тем реже мы будем их искать. Это значит, что Лиза Алерт о них больше не узнает. Говорят и о том, что делать, если ребенка насильно пытаются увезти с собой чужие люди. Эти же правила дублируют их родным, чтобы они как можно чаще напоминали об этом детям. Помогите, пожар, спасите. К сожалению, на сегодняшний день, по нашей статистике, эти фразы не работают. Мы рекомендуем кричать очень громко «Я вас не знаю». Специально обученные псы наряду с людьми выходят на поиск исчезнувших. Прошлым февралем именно собаки с кинологами нашли пропавшего дедушку в сельской местности. С наступлением темноты родственники начали бить тревогу. Мы приехали где-то к 12 часам ночи, прочесали достаточно большой участок леса. И уже возвращаясь обратно, к селу обратно, то есть буквально нашли в 300 метрах от села дедушку в ближайшей лесополосе. То есть дедушка просто ходил кругами вокруг села и не мог выйти. То есть ему стало плохо, он сел на землю, это был февраль месяц, то есть на земле уже был лед, вернее, как раз зима, да, то есть лед. Очень серьезные заморозки были ночью. То есть такая вот ситуация, когда собаки оказались, скажем так, очень, я думаю, не побоюсь этого слова, незаменимы. Сейчас в отреде 8 псов, обученных поиском. Собака ищет человека по запаху его легочного дыхания. Учуяв его, пройти мимо не сможет. Благодаря нюху она находит людей, которых не видит человек. Есть в команде и следовая собака, работающая по индивидуальному запаху конкретного человека. Ей дают образец запаха, и она идет там, где прошел этот человек. То есть ее приводят в то место, где этот человек точно был, да, то есть откуда он, например, потерялся, ушел там от ворот двора или где-то на окраине леса, да, точно его видели. И оттуда собака может взять след и довести до человека. Главная ценность таких поисково-спасательных служб – его участники. Они не перекладывают обязанность поиска чьего-то ребенка или отца на других людей, а лично выходят и оказывают всестороннюю помощь. У нас все добровольцы работающие, у кого-то даже там по две работы, у всех семьи, дети. То есть это абсолютно обычные люди, которыми мы встречаемся ежедневно в нашей жизни. Просто кто-то для себя решил, что для него намного важнее и ценнее, и полезнее не в Инстаграм сидеть вечером, грубо говоря, пролистывая сториз, а пойти и помочь человеку вернуться домой. Сейчас в организации задействовано больше 70 человек. Но для того, чтобы пропавшие люди имели больше шансов дождаться помощи, а значит выжить, поиск волонтеров не прекращается. Юлия Бауськова, Юрий Риутин, Севенформбюро. Члены Молодежного совета Гагаринского муниципального образования потратили два своих выходных дня на уборку района. Об этом сообщил председатель совета и журналист нашего телеканала Александр Бородавченко на своей странице в Фейсбуке. 28 сентября молодые севастопольцы совместно с участниками волонтерской роты, боевого братства и капитанами России провели субботник во дворе дома номер 32 по улице Воколенчука. Активисты привели в порядок территорию, почистили от ржавчины и покрасили детские качели. Только в одном этом дворе молодые люди собрали 20 мешков мусора. А в воскресенье 29 сентября члены Молодежного совета убрали территорию около торгового центра Сильпо. То количество мусора, с которым пришлось столкнуться ребятам, поразило. 34 мешка. Именно столько удалось собрать практически рядом со входом в магазин. Активисты привели в порядок площадку перед Сильпо. Вычистили от мусора клумбы, убрали мусор с прилегающей аллеи. Отметим, что жители микрорайона уже обращались в редакцию телеканала НТС с жалобами на то, что территория возле супермаркета Сильпо не убирается ни дворниками, ни работниками магазина. Севастопольских студентов, будущих журналистов обучают работе в пресс-службах органов государственной власти. В филиале Московского государственного университета имени Ломоносова открылась школа пресс-службы студотрядов. Более 60 молодых людей получают практические навыки по четырем приоритетным направлениям. Фотосъемка и обработка фотографий, видеосъемка и монтаж, написание статей и создание медиа-контента, графический дизайн. Представителей каждого студенческого отряда Севастополя ждут интенсивные две недели теоретических и практических занятий с топовыми экспертами и руководителями медиа-компаний. Завершится школа созданием собственного портфолио каждого участника, выдачей памятных значков и сертификатов. Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, Городским центром спортивных и социальных программ Севастополя и региональным отделением объединения «Российские студенческие отряды». Все лесные пожары в России потушили. За минувшие сутки огнеборцы локализовали последний очаг возгорания. Об этом рассказали Федеральные авиалесоохранные службы. Как уточняет ведомство, в прошедшие 24 часа в России действовало 7 лесных пожаров на площади 94 гектара. В их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов. Помимо этого, еще два воздушных судна занимались мониторингом ситуации. Отметим, особый противопожарный режим действует в 31 субъекте Российской Федерации. Режим ЧАЭС нигде не введен. Напомним, лесные пожары начались в Сибири, в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии в июле. По предварительным данным Россельхоза, ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил 7 миллиардов рублей с начала года. Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%. Об этом сообщают известия со ссылкой на Комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты. Подорожание для россиян может произойти уже в ноябре. Это связано тем, что в стране будет действовать сразу две системы контроля молочной продукции, которые направлены на борьбу с фальсификатом. Это приведет к появлению дополнительных расходов у бизнеса, что может вызвать рост цен в магазинах. В пресс-службе Россельхознадзора убеждены, что ЭВС не приведет к росту цен, по словам ведомства. Запуск сертификации произошел год назад, а в ноябре начнется третий окончательный этап ввода процедуры. Первые два этапа показали снижение себестоимости продукции, поскольку производители больше не нужно было оформлять сертификаты на бумажном носителе, за который они платили деньги. Отметим, эксперимент по маркировке ряда видов торговой молочной продукции начался в России 15 июля. Он проводился до 29 февраля. В частности, в рамках пилотного проекта предполагается маркировать молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севенформбюро. Эфиры вечером в 19, в 21.30 и в 23 часа, ночью в 2 и в 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня.